Лыжники без лыжни и света. Реконструкция парка культуры и отдыха на ГЭСе обернулась темной стороной для любителей лыжного спорта. Территорию под лыжную трассу застелили брусчаткой, заодно убрали и опоры освещения, а взамен не дали ничего. Жалобы на произошедшие перемены в нашу редакцию обратились родители воспитанников спортшколы «Титан», чьи дети теперь вынуждены проходить по-настоящему экстремальные тренировки. Ведь теперь парк стал отдушиной для пешеходов, но адом для лыжников. Почему? Разбиралась Любовь Захарова. Воспитанники спортшколы «Титан» выходят из двери учреждений на тренировку в 4 часа дня. В пятом часу начинает темнеть. Десятки лет местом для практических занятий детей является одно из популярных мест старой части города – парк культуры и отдыха, который в последнее время активно обновляется. Однако, как считают родители юных спортсменов, для лыжников здесь не осталось ни места невозможностей. И этому целый ряд причин – отсутствие освещения, трассы и безопасности. Дорожки не освещенные, то есть освещаются только за асфальтированные дорожки. Там, где бегают наши дети, света абсолютно нет. Это еще и опасно для детей, потому что разный народ здесь гуляет, и в общем мы опасаемся. Осветить и трассу надо, потому что лыжню никак не нарежешь, пеньки торчат, даже элементарно налетит, даже этот буран же самый, когда лыжню нарезает. Детки иногда жалуются, когда им приходится выбегать на дорожки, где ходят бабушки, прогуливаются. Бабушки начинают ругаться и возмущаться, что тут спортсмены, идите бегайте где-то куда-то. Прошедший сезон, по словам родителей, спортсмены провели либо на территории школы номер 10, где находится спортшкола, либо на трассе Лесная в Новом городе, куда ездить трудно и неудобно, в особенности малышам, ведь снаряжение и лыжи нужно брать с собой. В исполкоме обещали начать строительство лыжной трассы в ГЭСовском парке еще весной этого года, но уже осень, а работы так и не начались. В преддверии нового лыжного сезона проблема обострилась. Мы обращались не раз в исполнительный комитет, просили увидеть то, что здесь отсутствует освещение именно для лыжной трассы. Тут рядом и третья, пятая, девятая, двенадцатая школы. Мы здесь проводили такие массовые мероприятия, по 300, по 400 людей у нас уходило на лыжную трассу. Сейчас мы не имеем такой возможности организовать не только уроки физкультуры, не просто массовое катание людей, но и проведение вот таких больших мероприятий. Чтобы не мешать посетителям парка, тренерам приходится уводить детей в чащу. Раньше там было освещение. Сейчас ребятам приходится тренироваться с фонариками. Ведь опасность в прямом смысле на каждом шагу. Нам стало сложнее бегать по тропинкам, потому что попадаются под ноги пеньки, ветки, кусты. Мы можем от них споткнуться, упасть, поцарапаться, ободрать себе что-нибудь до крови. И это тоже может быть травма. Сейчас справа от меня находится вторая горбольница, которая также замыкала огромный лыжный круг. Однако сейчас она тоже находится в темной зоне и недоступна как для спортсменов, так и для любителей. Как нам сегодня сообщили в городском управлении спорта, лыжные трассы предстоящей зимой проложат как в освещенной, так и в неосвещенной зонах парка. Исходя из расписания каждой группы, занятия будут проводиться в той или иной части парка, а трассы будут прокладываться специализированной техникой. Что касается строительства полноценной трассы, оно запланировано на третий этап реконструкции парка. Правда, время, когда он начнется, не уточнили.